ЧТЕНИЕ СЛОВ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА РАЗОБЛАЧЕНИЕ АНТИХРИСТОВ Пункт 4. Они возвышают самих себя и свидетельствуют о самих себе. ЧЕТВЕРТОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ АНТИХРИСТОВ Самовозвышение и свидетельствование о самих себе представляет собой последовательный подход. Вы в состоянии различать явные средства, способы и методы, к которым прибегают антихристы для самовозвышения и свидетельствования о самих себе. Но умеете ли вы различать их менее очевидные проявления и модели поведения? Когда речь идет о чем-то явном, вроде словесного самовозвышения и свидетельствования о себе, то вы и сами так себя проявляете, и за другими замечали подобное, и умеете различать такие вещи. Но если человек возвышает самого себя и свидетельствует о самом себе не на словах, а только посредством своего поведения, то сумеете ли вы это различить? Можно сказать, что большинство людей на это не способны. Итак, каковы же отличительные черты поведения, с помощью которого антихристы возвышают самих себя и свидетельствуют о самих себе? Разумеется, подобное поведение соответствует человеческим представлениям, фантазиям, моральным устоям, совести и чувствам. Оно вызывает у людей одобрение и поклонение. Именно этот результат оно и дает. Если посмотреть на это поведение с точки зрения его результата, то в нем определенно есть что-то обманчивое. Если говорить о природе таких поступков, то они весьма целенаправленны. Например, если человек хочет ввести людей в заблуждение и заставить их быть о нем высокого мнения, то, заболев как он будет принимать лекарства, на глазах у людей или в одиночестве? На глазах у людей. Разве за этим не стоит некое намерение? Это значит, что этот человек действует весьма целенаправленно. С какой целью он на самом деле принимает лекарства именно так? Чтобы поставить это себе в заслугу. Он как бы говорит «Смотрите, я так утомился, выполняя свой долг, что заболел, но так ни разу и не пожаловался и не пролил ни единой слезинки. Я лечусь, но при этом все равно упорно выполняю свой долг, хоть и принимаю лекарства». На самом деле не факт, что этот человек заболел из-за того, что переутомился при выполнении долга или после того, как уверовал в Бога. Он просто всячески пытается своим поведением донести до людей тот посыл, что он терпит страдания и идет на жертвы, что у него есть воля переносить страдания, и что он столько выстрадал в таких условиях, но ни разу не пожаловался и все равно так активно выполняет свой долг. О чем такое поведение подспудно говорит людям? О том, что преданность этого человека Богу несомненна. Он хочет показать свою преданность и готовность идти на жертвы. Разве это не своего рода завуалированное самовозвышение? Разумный человек не стал бы так себя вести, а молился бы Богу в одиночестве, говоря ему о своей решимости и пытаясь познать себя, или же просто нормально принимал бы лекарства. Словом, он не стал бы своими показными поступками демонстрировать людям, что он страдает, преданно выполняет свои обязанности и заслуживает награды. У него бы не было таких намерений. Но если человек ведет себя так демонстративно, желая, чтобы люди были о нем высокого мнения и хвалили его, то он поступает весьма целенаправленно. А какова же его цель? Через этот посыл он хочет возвысить самого себя и засвидетельствовать о самом себе другим людям. Вот какого результата он добивается? Если человек предан, то Бог и так об этом знает. Зачем хвалиться своей преданностью перед другими людьми, чтобы о ней узнали все остальные? Зачем этот человек добивается того, чтобы о ней знали все? Затем, чтобы люди были о нем высокого мнения? Если бы у него не было этой цели, то за его действиями не стояло бы никаких намерений, и он бы делал все это не на людях. Но когда человек действует весьма целенаправленно, то он оценит масштаб своих действий, придирчиво и вдумчиво выберет для них время и место, дождется, пока все там соберутся и только тогда во всеуслышание с большой помпой попросит кого-то принести ему лекарство. За этим поступком стоит очень четкая цель. Если бы у человека ее не было, он бы подождал с приемом лекарств до тех пор, пока не останется в одиночестве. Твоя готовность терпеть страдания и идти на жертву касается твоих отношений с Богом, и нет нужды разъяснять это окружающим и доносить это до них. Если ты донесешь это до окружающих, что тебе это даст? Что ты получишь от них, кроме сочувствия и похвалы? Ничего. Когда при выполнении своего долга ты терпишь определенные страдания и приносишь некоторые жертвы, то, с одной стороны, ты так и должен делать. Ты сам того пожелал, и ты выполняешь свои обязанности. С другой стороны, именно так сотворенное существо и должно проявлять себя перед Творцом. Так зачем же делать это напоказ? Когда ты так поступаешь, твое поведение становится омерзительным. Во что оно превращается по своей природе? В самовозвышение, свидетельствование о самом себе и введение других людей в заблуждение. Природа его меняется. Например, некоторые постоянно чешут голову при всех, а если спросить у них, что случилось, они ответят, я уже больше десяти дней не мыл голову. У меня сплошной чередой идут встречи с получателями Евангелия. На днях я попытался выкроить время, чтобы помыть голову, но тут с расспросами пришел получатель Евангелия, и я не смог его бросить. На самом деле этот человек намеренно не моет голову, чтобы создать у людей впечатление, будто он очень занят своими обязанностями. Это называется «выставлять себя напоказ». Зачем он выставляет себя напоказ? Чтобы люди были о нем высокого мнения. По своей природе такое поведение – это самовозвышение и свидетельствование о самом себе. Человек даже о такой мелочи не может промолчать, а раздувает вокруг нее шумиху и превращает свою немытую голову в некий ценный ресурс, которым щеголяет и который использует для удовлетворения своих амбиций и желаний и для достижения своей цели. Заставить людей быть о нем высокого мнения и поклоняться ему. Разве это не постыдно? Это постыдно и омерзительно. Откуда все это берется? От сатанинского развращенного характера, которому свойственны притворство, лживость, нечестивость и амбициозность. Такой человек постоянно думает о своем имидже, статусе и репутации. Он не способен просто промолчать. А постоянно придумывает, как бы ему из любой мелочи сделать капитал. Ресурс, с помощью которого можно было бы заставить других быть о нем высокого мнения и поклоняться ему. А когда он, в конце концов, добивается своей цели, то делает вид, что ему все равно. Так он тоже в каком-то смысле пускает пыль в глаза, ведь на самом деле в душе он тайно ликует и доволен собой. Разве это не еще омерзительнее? У человека уже явно очень высокий статус. Все его уважают и слушаются, равняются на него и следуют за ним. Но он все равно делает вид, что его статус ему не по душе. Это еще лицемернее. В конце концов, он вводит всех в заблуждение. И люди говорят, что он родился без амбиций и что он человек-дела. На самом деле, это очень просто проверить. Если отобрать статус у такого человека, он тут же перестанет выполнять свои обязанности. Это одна маленькая проверка, моментально выявит его амбиции. Вот какое поведение, подходы и различные уродливые состояния проявляются в людях в силу сатанинского развращенного характера. Эти проявления показывают, что люди любят статус и хотят занимать место в чужих сердцах. Они хотят завладеть человеческими сердцами, покорить людей и заставить их поклоняться себе, равняться на себя и даже следовать за собой. То есть, занять в сердцах других людей место Бога. Это желание от рождения, присуще каждому человеку. Что же это доказывает? То, что по жизни людьми управляет сатанинский характер. Среди развращенного человечества нет никого, кто бы не любил статус. Даже дураки хотят стать чиновниками, а тупицы – начальниками. Все любят статус. На многое идут ради статуса и соревнуются за него с Богом. Каждому свойственно такое поведение, подход и характер. Поэтому, разоблачая антихристов, возвышающих самих себя и свидетельствующих о самих себе, мы разоблачаем и развращенный характер всех людей до единого. Зачем нужно его разоблачать? Чтобы люди поняли, что такое поведение и проявление самовозвышения и свидетельствования о самих себе не свойственны нормальной человечности. Напротив, это негативные, отвратительные проявления развращенного характера. Какими бы хитроумными ни были твои методы самовозвышения и свидетельствования о самом себе, какими бы завуалированными ни были твои действия, все они не пристали нормальной человечности, и Бог их ненавидит, осуждает и проклинает. Поэтому все люди должны отбросить этот подход. Самовозвышение и свидетельствование о самом себе являются не инстинктами, заложенными в человека Богом, а одними из самых типичных проявлений сатанинского развращенного характера. Более того, одними из самых типичных и специфичных черт характера и подходов, свойственных сатанинской развращенной сущности. Помогает ли вам беседа о конкретных примерах разобраться в различных проявлениях самовозвышения и свидетельствования о самом себе, будь то явные или завуалированные речевые приемы и поступки? Как именно? Такие беседы помогают людям быть проницательными по отношению к себе и другим. Все те состояния, проявления и откровения, о которых я говорю, можно часто заметить и за вами. Сопоставьте с ними свои собственные состояния, разберитесь, что именно вы собой представляете, на какую жизнь полагаетесь и уповаете, каково ее наполнение, к каким поступкам эти черты характера подталкивают людей и что они заставляют их воплощать. Разобравшись в этих конкретных поступках, проявлениях, подходах и чертах характера люди смогут постепенно проанализировать и познать себя, собственную сущность и враждебную Богу природу и таким образом освободиться от этих подходов, предстать перед Богом, по-настоящему исправиться и начать практиковать в соответствии с истиной, воплощая ее в жизнь. Некоторые скажут, раз самовозвышение и свидетельствование о самом себе – это подход, не соответствующий истине и свойственной сатане и антихристам, то, получается, если я буду молчать и ничего не делать, то не стану возвышать самого себя и свидетельствовать о самом себе, верно? Нет, неверно. Итак, какой образ действий не является превознесением самого себя и свидетельством о самом себе? Если ты выставляешься на показ и свидетельствуешь о себе в каком-то вопросе, результатом будет то, что ты заставишь некоторых людей высоко тебя ценить и поклоняться тебе. Но если ты поведешь себя открыто и поделишься своим самопознанием в этом же самом вопросе, то природа этого будет иной. Разве не так? Вести себя открыто и говорить о своем самопознании – это то, чем должна обладать нормальная человечность. Это нечто позитивное. Если ты действительно познал себя и говоришь о своем состоянии четко, искренне и точно. Если ты говоришь о знании, полностью основанном на Божьих словах, если слушающие тебя получают из этого назидание и пользу, если ты свидетельствуешь о работе Бога и прославляешь Его, то это и есть свидетельство о Боге. Если же открываясь, ты много говоришь о своих достоинствах, о том, как ты страдал и шел на жертвы и как ты оставался твердым в своем свидетельстве и в результате люди начинают высоко ценить тебя и поклоняться тебе, то это свидетельство о самом себе. Тебе необходимо умение различать эти два вида поведения. Например, рассказывая о том, как ты был слаб и негативен, столкнувшись с испытаниями и как после молитвы и поиска истины ты наконец понял Божье намерение, обрел веру и устоял в своем свидетельстве, ты возвеличиваешь Бога и свидетельствуешь о Нем. Это никоим образом не значит выставляться на показ и свидетельствовать о самом себе. Боге. Поэтому то, выставляешься ли ты на показ и свидетельствуешь ли о самом себе или нет, зависит главным образом от того, говоришь ли ты о своем реальном опыте и достигаешь ли результата свидетельства о Боге. Необходимо также посмотреть, с какими намерениями и целями ты говоришь, свидетельствуя об опыте. Это позволяет с легкостью распознать, какое поведение ты демонстрируешь. Если ты свидетельствуешь с правильными намерениями, тогда даже если люди высоко ценят и поклоняются тебе, это не такая уж проблема. Если же твои намерения неправильны, тогда даже никто тебя не ценит и не поклоняется тебе, это уже проблема. А если уж другие высоко тебя ценят и поклоняются тебе, тогда эта проблема еще большая. Поэтому определяя, возвеличивает ли себя человек и свидетельствует ли он о самом себе, нельзя смотреть только на результаты. Смотреть нужно в первую очередь на его намерение. Правильный способ различать эти два вида поведения основан на намерениях. Если пытаться различать их, исходя просто из результатов, то есть большая вероятность, что ты ложно обвинишь хорошего человека. Некоторые люди делятся особенно искренним свидетельством, и потому другие высоко ценят их и поклоняются им. Можешь ли ты сказать, что эти люди свидетельствуют о самих себе? Нет, не можешь. С этими людьми нет никаких проблем. Свидетельство, которым они делятся, и долг, который они исполняют, приносят другим пользу, и только глупые и невежественные люди с искаженным пониманием поклоняются другим людям. Ключ к распознанию того, возвеличивает ли себя человек, и свидетельствует ли он о самом себе, это посмотреть на намерение говорящего. Если твое намерение состоит в том, чтобы показать всем, как была раскрыта твоя развращенность и как ты изменился, и чтобы всем могла быть от этого польза, тогда твои слова искренни, истинны и соответствуют фактам. Такие намерения правильны, и ты не выставляешься на показ и не свидетельствуешь о самом себе. Если твое намерение состоит в том, чтобы показать всем, что у тебя есть реальный опыт, что ты изменился и обладаешь истинной реальностью, чтобы они высоко тебя ценили и поклонялись тебе, тогда такие намерения неверны. Делать так значит выставляться на показ и свидетельствовать о самом себе. Если то свидетельство об опыте, о котором ты говоришь, является ложью, к нему что-то примешано и его цель одурачить людей, не дать им увидеть твое истинное состояние, скрыть от других твои намерения, развращенность, слабость или негативность, тогда подобные слова лживы и вводят в заблуждение. Это ложное свидетельство, это попытка обхитрить Бога и посрамление Его, и то, что Богу больше всего ненавистно. Между двумя этими состояниями есть очевидные различия, и распознать их можно, исходя из стоящих за ними намерений. Если ты способен различать сущность других людей, то сможешь распознавать их состояние, после чего ты также станешь проницателен по отношению к себе и сможешь распознавать и свои собственные состояния. Прослушав все эти проповеди, некоторые люди все равно продолжают возвышать самих себя и свидетельствовать о самих себе, как и раньше. Как подходить к таким людям? Будьте проницательны по отношению к ним, разоблачайте их и держитесь от них на расстоянии. Если слова такого человека ценны тем, что на них можно опереться, то вы можете взять их на вооружение, но если они не имеют никакой ценности как ориентир, то вам следует отречься от этого человека и не поддаваться его влиянию. Если он лидер, то разоблачите его, доложите о нем, отрекитесь от него и откажитесь от его руководства. Скажите ему так, «Ты ты постоянно свидетельствуешь о самом себе и возвышаешь самого себя. Ты постоянно вводишь нас в заблуждение, делаешь нас невосприимчивыми и управляешь нами. Все мы отдалились от Бога, Его не осталось даже в наших сердцах, там есть только ты. Мы выступаем против тебя и отрекаемся от тебя. Именно так и нужно делать. Присматривайте друг за другом и следите за собой. Вы ведь тоже часто чесали голову у всех на виду или говорили людям, что не успели ни позавтракать, ни пообедать, ни поужинать, тогда как на самом деле украдкой много перекусывали, не так ли? Порой в силу сложившихся обстоятельств для людей может быть нормально месяц не помыться, разок не сходить в душ или не помыть голову, потому что они слишком заняты работой. Все это обычное дело, и люди обязаны идти на подобные жертвы. Тут нет ничего особенного, не делайте из мухи слона. А если кто-то начнет раздувать вокруг подобного шумиху, специально чесать голову при всех и говорить, что не мыл ее несколько дней, нарочно принимать лекарства на глазах у других или притворяться, что изнурен и находится в очень плохом физическом состоянии, то все должны выступить с разоблачением такого человека и выразить недовольство им. Так можно обуздать этого бесстыдника. Подобные люди лицемерят и выставляют себя на показ перед другими, но при этом добиваются того, чтобы люди высказывались об их поведении одобрительно и смотрели на них с завистью, восхищением и уважением. Разве это не надувательство? Этот подход точно такой же, как у фарисеев, которые с Писанием в руках молились Богу на углах улиц. Эти люди такие же. Едва кто-то упоминает, как фарисеи читали Писание или молились на углах улиц, эти люди думают, какой позор, я бы так не поступил. Но при этом они намеренно принимают лекарства или чешут голову при всех, не осознавая, что у их действий та же природа. Они не видят этого. Сталкиваясь с подобными ситуациями в дальнейшем, вы должны будете научиться различать и разоблачать таких людей и все их лицемерие, и тогда эти фарисеи не посмеют так поступать. На них необходимо немного надавить, чтобы они задумались, что такой подход, поведение и характер это постыдно и вызывает всеобщее отвращение. А если подобные вещи настолько отвратительны людям, то питает ли к ним отвращение Бог? Тем более. По своей сути ты ничто, ты и так достаточно жалок, даже если не возвышаешь самого себя и не свидетельствуешь о самом себе. А если ты настолько жалок и при этом еще и занимаешься самовозвышением и свидетельствованием о самом себе, разве это не вызовет у людей омерзение? Ты никогда не выполнял свой долг преданно, никогда не поступал согласно принципам и не соответствуешь Божьим требованиям ни в одном аспекте. У тебя и так проблемы. А если ты вдобавок возвышаешь самого себя и свидетельствуешь о самом себе, то разве они не усугубятся? Тебе будет еще дальше до соответствия Божьим требованиям и стандарту обретения спасения. Скажите мне, какова природа проблемы самовозвышения и свидетельствования о самом себе? Сатана до такой степени развратил людей. Их человечность и разум уже ненормальны. Не правда ли? Бывали ли у вас проявления самовозвышения и свидетельствования о самих себе при выполнении обязанностей? Кто расскажет о своем опыте? У меня бывают такие проявления. Когда я выполняю свой долг до поздней ночи, то отправляю сообщения в группу собраний, чтобы другие видели, что в такое время я до сих пор не сплю и думали, что я умею терпеть страдания и приносить жертвы. Я и сама так делала и за другими это часто замечала. Похоже, таких людей много и они не в меньшинстве. Разве такие поступки не излишни? Какая это глупость? Кто еще хочет что-то сказать? И у меня бывают такие проявления. Когда я замечаю в работе церкви какие-то проблемы, то принимаюсь их решать, создавая у людей ложное впечатление, что я полон рвения. Но на самом деле я чаще всего просто высказываюсь о проблеме, а затем ничего не предпринимаю. На деле я не эффективен и не показываю прогресса. И в итоге проблема не устраняется, а вопрос остается нерешенным. С помощью своего показного рвения я надуваю людей и скрываю тот факт, что я не практикую истину. Ты пустословишь, бахвалишься, но не предпринимаешь никаких реальных действий. Ты демонстрируешь людям, как ты энергичен и создаешь видимость практики истины, но когда доходит до дела, ты не берешься за него всерьез, а лишь выкрикиваешь лозунги. Вот и выходит, что ты начинаешь за здравие, окончаешь за упокой, и дело остается незавершенным. Такое проявление тоже вводит людей в заблуждение. А в будущем будешь ли ты проницателен, когда с тобой снова случится нечто подобное? Есть ли у тебя в таком случае чувство направления? Если с тобой снова случится что-то в этом роде, то сделай две вещи. Первое рассуди действительно ли ты способен решить проблему. Если да, то займись ею всерьез и подойди к ней практично. Второе помолись Богу и попроси Его направить тебя в этом вопросе. А когда возьмешься за дело, также принимай надзор всех братьев и сестер. И в то же время будь полон решимости сотрудничать и работать над выполнением этой задачи вместе со всеми. Если ты приучишься действовать последовательно и быть здравомыслящим в работе, то решишь проблему. Если же ты совершенно лишен здравомыслия, постоянно пустословишь, бахвалишься и фанфоронишь, занимаешься делом только формально и для виду, то ты жулик. Раз ты способен заметить проблему в церковной работе и предложить, как с ней справиться, то значит ты можешь обладать потенциалом и рабочими навыками, необходимыми для решения этого вопроса. Единственная проблема – это твой характер. Ты действуешь импульсивно, не желаешь идти на жертвы и только и делаешь, что выкрикиваешь пустые лозунги. Обнаружив проблему, сначала оцени, в силах ли ты ее решить. Если да, то возьмись за дело и доведи его до конца. Реши проблему, выполни свою повинность и дай отчет перед Богом. Вот это и значит выполнять свои обязанности, действуя и ведя себя здравомысляще. Если же ты не в силах решить проблему, то сообщи о ней лидеру и подумай, кому лучше всего поручить решение этого вопроса. В первую очередь ты должен выполнить свою повинность. Так ты не отступишь от своего долга и займешь правильную позицию. Если ты не сможешь сам решить обнаруженную проблему, но сообщишь о ней лидеру, значит ты выполнишь свою первую повинность. Если же ты чувствуешь, что должен выполнить этот долг и справишься с задачей, то обратись за помощью к братьям и сестрам. Сначала побеседуйте о принципах и составьте план действий, а затем выполните задачу, слаженно работая вместе. Это твоя вторая повинность. Если ты сможешь взять на себя обе эти повинности, то хорошо выполнишь свои обязанности и будешь достоин называться сотворенным существом. обязанность человека выполнять эти две повинности, не более того. Если ты берешь на себя решение обнаруженных проблем, когда это в твоих силах и хорошо выполняешь свои обязанности, то ты соответствуешь Божьим намерениям. Есть ли у самовозвышения и свидетельствования о самом себе еще какие-то проявления? Недавно я проявила нечто подобное. Выполняя свои обязанности, я весь день хлопотала и поэтому отнеслась к некоторым церковным проблемам небрежно, не решив их на практике. Однако некоторые люди видели, как я изо дня в день хлопочу, выполняя свой долг, и были обо мне высокого мнения и восхищались мной. В таком поведении тоже есть что-то от самовозвышения и свидетельствования о самом себе, верно? Я не могу как следует разобраться в этом вопросе и постоянно чувствую себя немного скованной. Является ли это свидетельствованием о самом себе? Если ты занят выполнением своих обязанностей и способен терпеть страдания без нареканий, а Божьи избранные о тебе высокого мнения и восхищаются тобой, это нормально. И дело тут не в том, что ты свидетельствуешь о самом себе. не выставляешь себя на показ, не рисуешься и не разглагольствуешь о пережитых страданиях, так что тут нет свидетельствования о самом себе. Но многие люди выполняют свои обязанности так, что с виду вроде бы и заняты хлопотами, а на самом деле не решают никаких проблем, и их работа приносит нулевой результат. Одобряет ли Бог таких хлопотунов? Если ты весь день хлопотал и чувствуешь, что измучился и настрадался, но при этом ты был занят простыми проблемами, которые человек, постигший истину и понимающий принципы, мог бы решить за два часа, то разве ты не занимаешь себя непонятно чем и не хлопочешь безо всякой цели? Одобрит ли Бог человека, который выполняет свои обязанности таким образом? Ты работаешь слишком неэффективно? В этом вопросе нужно искать истину принципы. Иногда у людей работы по горло, и они действительно заняты, это нормально. однако порой у человека не так много дел, но он все равно над чем-то хлопочет. Почему? Одна из возможных причин заключается в том, что твоя работа спланирована и организована неразумно. Ты должен разобраться в своих ключевых рабочих обязанностях, разумно спланировать и организовать их и начать эффективнее выполнять свой долг. Если хлопотать бесцельно и занимать руки чем попало, Бог этого не одобрит. Бывает и такое, что ты намереваешься убедить людей в своей занятости, и поэтому пускаешь им пыль в глаза и надуваешь их, хлопоча на показ. Некоторые лидеры и работники на своих собраниях не решают реальных проблем, а лишь бесцельно что-то говорят, постоянно отклоняются от темы и пространно вещают, так и не доходя до сути. Когда человек хлопочет вот так, не стремясь ни к эффективности, ни к прогрессу в работе, это называется занимать себя непонятно чем. Какое же это отношение к работе? Это формальное, небрежное отношение. Такой человек просто убивает время, но в конце концов все равно думает. Не важно, что думают другие люди или даже Бог. Пока моя совесть чиста, все нормально. По крайней мере, я не бездельничаю и не ем хлеб даром. С виду может показаться, что ты не бездельничаешь и не ешь хлеб даром, что каждый день ты либо посещаешь собрание, либо выполняешь свой долг, и все, что ты делаешь, связано с церковной работой, но на самом деле в глубине души ты знаешь. От того, что ты делаешь, нет ни малейшей пользы, оно не имеет никакой ценности, и ты делаешь все это просто для проформы. Это проблема. Так насколько же хорошо ты выполняешь свой долг? Ты прекрасно знаешь, что у тебя проблема, но не ищешь истину для ее решения. Ты проявляешь небрежность, невосприимчивость и косность. К чему приведет небрежность и отлынивание при выполнении своих обязанностей? Ты точно не обретешь Божьего одобрения, потому что не действуешь принципиально и эффективно, а такое выполнение обязанностей это просто труд. Если тебя подрежут и помогут тебе, но ты все равно не покаешься, да еще и будешь работать халтурно, с жалобами и негативным настроем, то тебя останется лишь отсеять. Таким образом, если ты не будешь стремиться к истине для решения проблемы своей небрежности, то не важно, как долго ты выполняешь свои обязанности, от этого не будет толку и ты не сможешь соответствовать стандартам преданного выполнения долга. Над этой проблемой стоит задуматься. Бог требует, чтобы люди поступали согласно принципам, практиковали истину и были честными. Если человек сможет войти в эти истины, то начнет результативно выполнять свои обязанности и, как минимум, сумеет поступать согласно принципам. Это залог повышения личной эффективности и ключ к этому. Если человек не обладает истинной принципами, то, как бы он не хлопотал над своими обязанностями и, как бы долго не работал изо дня в день, настоящих результатов он не добьется. Когда Бог судит, преданно ли люди выполняют свои обязанности, он смотрит не на то, долго ли человек ими занимается, а на эффективность его работы, ее практические результаты, и на то, поступает ли человек согласно принципам и в соответствии с истиной. Проще говоря, Бог смотрит на то, способен ли человек, благодаря исполнению своего долга дать подлинное свидетельство об опыте и обрел ли он жизнь вхождения. Если человек напрочь лишен истины реальности, то он просто рабочий, но если он способен практиковать истину и действовать согласно принципам, то это признак того, что он исполняет свои обязанности как Божий человек. Из этого сравнения видно, что людьми Божьими могут считаться только те, кто выполняет свой долг в соответствии со стандартами. Если же человек всегда исполняет его небрежно и не по стандартам, то он рабочий. Кто способен постичь истину и научиться поступать согласно принципам, тот сумеет без проблем выполнять любые обязанности. Ему понадобится некоторое время на то, чтобы освоиться, но в конце концов он сможет выполнять свой долг согласно стандартам. Что до тех, кто обладает слишком низким уровнем или постоянно небрежен в работе, то им будет трудно соответствовать требованием, а выполнение обязанностей в их случае не более чем труд. Если же говорить о людях с кашей в голове, тупицах и людях с плохой человечностью, которые не выполняют должной работы, упорно поступают безрассудно и не приемлют истину, как о ней не беседуй, то таких людей остается лишь отсеять. Пусть верят в Бога, как хотят. Итак, если человек при выполнении своего долга не действует согласно принципам, а лишь бесцельно хлопочет и изо дня в день занимает себя непонятно чем, то он должен поскорее искать истину, чтобы решить эту проблему и начать поступать принципиально. Он должен быть в состоянии нормально выполнять свой долг каждый день, ставя в приоритет эффективность труда и получение готового результата, а не просто довольствоваться тем, что потратил на работу много времени. Только тогда он получит Божье одобрение и станет преданно выполнять свой долг. В наши дни много людей следует за Богом и выполняют свой долг, но часть из них никогда не стремилась к истине, а при выполнении обязанностей такие люди всегда поступают безрассудно и по своему хотению, делая что заблагорассудится. Они не допускают крупных ошибок, но постоянно совершают мелкие. В частности, изо дня в день они изображают загруженность, а на самом деле не занимаются ничем стоящим и просто бездельничают. Еще можно сказать, что они выполняют свою работу лишь ради того, чтобы свести концы с концами. Разве такие люди не в опасности? Если человек постоянно так непочтительно относится к своим обязанностям и к Божьему поручению, то какие у этого будут последствия? Если за неэффективную работу его отстранят от обязанностей, то он еще легко отделается. Если же человек будет совершать различные злые дела, то его придется вычистить, а Бог отдаст такого человека сатане. Что значит быть отданным сатане? То, что Бог больше не будет присматривать за этим человеком и не спасет его, а человек ступит на ложный путь и в дальнейшем будет наказан. Ты ведь это понимаешь, не так ли? Сейчас пришло время, когда Бог раскрывает сущность людей, и если ты временно не следуешь верным путем, то Бог с помощью практической обстановки даст тебе возможность осознать свои проблемы. Однако, если ты поймешь, что Бог дает тебе время на размышления и предоставляет последнюю возможность, но все равно не одумаешься, а упорно продолжишь выполнять свой долг небрежно, то Бог примет меры. Когда Бог решил разрушить город Неневию, сразу ли Он ее уничтожил? Нет. Какие меры Бог принял в первую очередь? Сначала Он предупредил Иону, четко объяснив, как все это произойдет и каковы Божьи намерения. После этого Иона отправился в Неневию и обошел весь город, объявляя «Еще сорок дней и Неневия будет разрушена». Эта весть достигла ушей всех. Ее услышали мужчины и женщины, молодые и старые. Люди из всех слоев общества. Об этом узнали в каждом доме. Эту новость услышал даже царь Неневии. Почему Бог так поступил? Этот случай показывает, независимо от того, спасает ли Он людей, раскрывает ли их сущность или наказывает их, Он всегда поступает с людьми принципиально, согласно определенным процедурам. Он ничего не делает по внезапной прихоти и никогда не уничтожает людей, едва решив, что они ему не нравятся. Вместо этого Он некоторое время выжидает. Зачем Он выжидает? В случае с Неневией Он так поступил, чтобы жители города узнали, что Он собирается сделать, и смогли поразмыслить, мало-помалу осознать Его намерения и постепенно одуматься. Такое осознание представляет собой целый процесс, а сорок дней – это время, которое Бог дал людям, чтобы они смогли одуматься. Если бы по истечении сорока дней неневитяне все равно бы не одумались и не признали свои грехи перед Богом, то Он сделал бы так, как сказал, ибо Он подразумевает то, что Он говорит, и то, что Он говорит, будет исполнено. В Его словах нет ни капли лжи. Как же отреагировали на эту новость? Разве они тут же оделись во вретище и посыпали себя пеплом? Нет, они пришли к этому постепенно. Поначалу они, возможно, сомневались. Бог собирается нас уничтожить? Неужели Он действительно так сказал? Да что мы сделали-то? Затем люди из каждого дома сообщили друг другу о новостях и вместе их обсудили. Они почувствовали, что наступила кризисная ситуация, и они находятся на распутье между жизнью и смертью. Как же им следовало поступить, признать свои грехи и покаяться, или же отнестись к новостям скептически, с противлением. Если бы неневитяне в самом деле выбрали второе, то в результате были бы уничтожены через сорок дней, но если бы они признали свои грехи и одумались, то у них еще оставался бы шанс выжить. Они много дней обсуждали этот вопрос на всех уровнях общества и в конце концов крохотная горстка горожан смогла выбрать покаянное отношение и одуматься. Они сумели благоговейно склониться, принести жертвы или продемонстрировать какие-то хорошие поступки и проявления. Но ключевую роль в спасении этого города сыграл один человек. Кто это был? Царь Неневии. Он распорядился, чтобы все в стране, от него самого и до простолюдинов низкого рода, оделись во вретище, посыпали себя пеплом, признали свои грехи и покаялись перед Богом и Яговой. Разве после такого приказа хоть кто-то в Неневии осмелился бы его ослушаться? У царя есть власть так распорядиться. Если бы он использовал эту свою власть, чтобы творить зло, то народ в его стране постигла бы великое бедствие. Но вместо этого царь употребил свою власть во благо, приказав людям поклониться Богу, одуматься и вновь обратиться к нему. Так царь уберег свой город от уничтожения и спас всех в стране. И у людей появилась надежда на отпущение грехов. Разве все это не случилось по одному лишь помыслу царя? Если бы он сказал «Мне все равно, готовы ли вы покаяться или нет, делайте что хотите, а я этим заниматься не собираюсь. Я в такое не верю и никакого зла не творил. Более того, у меня есть статус, что Бог мне сделает. Может отнимет у меня трон? Если город будет разрушен, что ж пусть так. Я и без этих простолюдинов останусь царем, как и был. Что если бы правитель Неневии подумал именно так? Тогда спаслось бы гораздо меньше простолюдинов. В конечном итоге Бог, возможно, выборочно вывел бы готовых покаяться, а далее те, кто предпочел покаянию смерть, были бы уничтожены вместе с городом и, конечно, вместе с царем. Те же, кто захотел покаяться, смогли бы жить дальше после того, как Бог вывел бы их из города. Но самое замечательное, то, что царь Неневии смог первым одеться во вретище и посыпать себя пеплом, а также сказать всем простым жителям города, женщинам и мужчинам, молодым и старым, высокопоставленным чиновникам и скромным крестьянам, аристократам и простым гражданам, кем бы они ни были и каким бы рангом ни обладали, что все они должны одеться во вретище, посыпать себя пеплом, благоговейно преклонить колени перед Богом и Еговой, простереться перед Ним, признать свои грехи, выразить свое желание одуматься, свернуть с пути лиходейства, отречься от зла в их руках, покаяться перед Богом и помолиться, чтобы Он их не уничтожил. Царь Неневии взял на себя инициативу, первым покаявшись и признав свои грехи перед Богом. Тем самым он спас всех горожан и облагодетельствовал не только себя, но и многих других. Благодаря тому, что он взял на себя инициативу, его власть обрела ценность. Царь Неневии побудил свой народ вновь обратиться к Богу, и Бог это помнит. Полезны ли для вас такие подробные беседы о том, как антихристы возвышают самих себя и свидетельствуют о самих себе. Я вновь и вновь об этом беседую, привожу примеры, рассказываю истории, описываю и определяю проблему различными средствами и терминами. Если люди все равно ничего не уяснили, значит они и в самом деле не обладают духовным пониманием, а такие люди не исправимы. Зачем же нужны столь подробные беседы? Затем, чтобы услышав мои слова, люди поняли и приняли не их буквальный смысл, не доктрины и не какие-то изречения, а напротив истину о том, какова реальность и определенные истины и принципы, касающиеся человеческой сущности бытия и жизни. Если вы способны сопоставить изречения и примеры из моих бесед со своим реальным состоянием и жизненными проявлениями, то вы можете постичь истину и обладаете духовным пониманием. Сравнивать их значит связывать каждый обсуждаемый пример и вопрос с твоим состоянием и связывать каждый аспект истины, о котором рассказывается, с твоим состоянием и твоими собственными откровениями. Если ты знаешь, как связать эти вещи воедино и применить это, то у тебя есть духовное понимание и надежда войти в истину реальность и ты в силах постичь истину. Если же ты не понимаешь ничего исказанного и не можешь соотнести это с собой, если тебе кажется, что все услышанное никак не касается твоих собственных проявлений и природы сущности, если ты не видишь между ними связи, то ты полный невежа и ничего не можешь взять в толк. Тебе не хватает духовного понимания. Люди, не обладающие духовным пониманием, годятся лишь для того, чтобы трудиться и не способны войти в истину реальность. Кто хочет обрести спасение, тот должен войти в истину реальность, а для этого нужно понять мои слова, а также истории и обстоятельства, о которых я говорил, и разобраться во всех вопросах, типах откровений и сущностях каждого типа людей и их проявлений и состояний, а затем научиться сопоставлять все это с собой. Без всего этого человек не сумеет постичь истину, потому что ее можно понять только так. Это как с курами. Если человек полгода держит курицу, а она еще не снесла ни одного яйца, можно ли сказать, что она не несется? Нет. Но если хозяин держит курицу три года, кормит ее зерном и зеленью, а она все равно не несется, чем бы ни питалась, то можно ли сказать, что эта курица не несет яиц? Так и с людьми. Некоторые из них ничего не понимают, какие бы проповеди они не слушали и как бы с ними не беседовали об истине. Так люди не обладают духовным пониманием. Есть и другой тип людей, те, кто понимает услышанное, но не притворяет его в жизнь и не одумывается. Эти люди пропащие, они также обречены быть уничтоженными, как и жители города Содома. Антихристы относятся именно к этой категории людей. Как с ними не беседуй об истине, они не одумаются. В чем тут дело, может просто в непримиримом характере. Их природа сущность выступает против Бога и враждебно истине, о том, чтобы такой человек понял истину, не может быть и речи. Они делают из истины врага, выступают против нее и Бога, враждебно относятся ко всему позитивному, а когда с ними беседуют об истине, то они воспринимают ее не как истину, а как некую теорию, науку или доктрину. Выслушав беседу, они вооружают ею свои сердца с тем, чтобы в дальнейшем выставлять себя на показ, отстаивать свои интересы, добиваться статуса, славы и богатства. Вот какова их цель. Как с ними не беседуй об истине, какие примеры не приводи, ты не исправишь таких людей и не изменишь ни их намерения, ни образ действий. Эти люди не стремятся к истине. Если человек, услышав истину, не приемлет и не практикует ее, то она его не изменит, а бог его не спасет. По сути, таких людей можно определить как враждебных истине, а если точнее, то они антихристы. Вот чем антихристы отличаются от обычных людей. в антихристы,